Недавно Элайджа Вуд, исполнивший роль Фродо, отметил свое 40-летие, и судя по воздействию на него времени, он явно забыл сдать после съемок один реквизит. Элайджа Вуд и до Фродо получал главные роли в крупных проектах, в частности он сыграл ключевую роль в столкновении с бездной и главную в факультете. На волне популярности «Властелин колец» в нулевые Вуд продолжил играть по инерции в хороших фильмах, таких как «Хулиганы» или фильм «Девять». Но со временем его карьера стала идти на спад, и он стал сниматься в откровенно слабых проектах. В десятых годах актеру больше повезло на поприще сериалов. О том, что ему необходимо и дальше делать упор на сериалы, говорит его последняя работа «Иди к папочке», которая не вызвала особого восторга у публики. Хотя по вселенной «Властелин колец» Сэм и младше Фродо, в реальной жизни исполнивший его Шон Эстин скоро отпразднует 50-летие. После трилогии Шон не сидел без дела, а продолжал активно сниматься в фильмах и сериалах. Он снялся на сегодняшний момент в более чем 150 картинах. Также он попробовал себя в качестве режиссера в семи работах. За одну из них он даже номинировался на «Оскар», но награда ускользнула от него, как кольцо от Голума. Шон, кстати, не только на экране в образе Сэма обладал недюжиной выносливостью. В 2015 году он прошел гонку «Айронмен» за 15 часов 30 минут и 31 секунду. Свой марафон он посвятил своим фанатам и своей семье. Нельзя так просто взять и снять ролик про «Братство кольца», не упомянув Боромира. С тех пор, как герой Шона Бина героически умер во «Властелине колец», это стало его, так сказать, фишкой. Фанаты актера подсчитали, что он отправлялся к проотцам по меньшей мере 21 раз за свою кинокарьеру. Одновременно с «Властелином колец» он снялся в «Эквилибриуме», где он также смиренно принял свою смерть, при этом цитируя украденный том стихов Уильяма Йейтса. Но самой его знаменитой смертью была казнь в роли Эдварда Старка в «Игре престолов». Также Шон Бин играл Одиссея в «Трои», Вронского Ванни Карениной и руководителя полетов в «Марсианине». Джон Рис Дэвис, сыгравший Гимли, недавно отпраздновал свое 78-летие. Он продолжает активно сниматься в кино и сериалах. Правда, все его самые значимые работы приходятся на время еще до съемок в Великой Трилогии. У соперника Гимли по истреблению орков Леголаса кинокарьера сложилась, наверное, лучше всех из «Братства кольца». Орландо Блум встретился с Баромиром в «Трое». Получил роль Уилла Тернера в вечной франшизе «Пиратов Карибского моря», а также сыграл главную роль в «Царстве небесном». В придачу к этому он также появился в двух фильмах «Хоббита». В настоящий момент Блум снимается в фэнтезийном сериале «Карнивал Роу», первый сезон которого уже вышел и должен прийтись по вкусу всем фанатам «Властелина колец». Актеры, сыгравшие Мэри и Пиппина, не только на экране были не разлей вода. Сыгравшие их Доминик Монахен и Билли Бойт продолжают дружить и в жизни до сих пор. Доминик больше всего запомнился ролью наркомана-музыканта Чарли в сериале «Остаться в живых», после которой он надолго пропал с радаров большого кино и стал играть второстепенные роли в мелких картинах. Его также можно было видеть в последних «Звездных войнах», правда и здесь он получил мелкую роль. Доминик, кстати, является фанатом мира Толкина с 15 лет. После того, как Джексон увидел его в сериале «Монсеньор Реннер» и предложил роль в своей грядущей постановке «Властелин колец», Доминик был на седьмом небе от счастья. Позже он, правда, немного расстроился, ведь он настолько был в восторге от предложения, что забыл уточнить, кого именно ему предлагают играть. Он почему-то решил, что его видят в роли Фродо. Когда он узнал, что его персонаж будет Мэри, его пыл немного угас, но от роли он не отказался. Билли Бойт, так же как и его друг, продолжает сниматься в фильмах, но большую часть времени он все же уделяет своей музыкальной карьере. Он является солистом и гитаристом группы «Биг Кейк». Могущественного и мудрого волшебника Гендальфа сыграл сэр Иэн МакКеллан. МакКеллан стал одним из немногих актеров, кто сыграл и в трех фильмах «Властелина колец», и в «Трех хоббитах». Основная масса кинозаслуг актера приходится на время до выхода «Властелина колец» на большие экраны. Актера часто можно было увидеть в разных картинах по Шекспиру. Пожалуй, самыми запоминающимися его образами после роли Гендальфа была работа в «Коде да Винчи», а также роль Магнета в «Людях Икс». К сожалению, студию, выпускавшую «Иксменов», недавно купил Дисней, и процесс выхода следующих частей приостановился. Учитывая то, что актеру недавно стукнул 81 год, роль Магнета в фильме «Дни минувшего будущего» может стать последним участием МакКеллана в этой франшизе. На момент съемок «Братства кольца» Вига Мортенсену было 43 года. После «Арагорна» проблем с ролями у Вига не будет, и он станет из года в год получать роли в хороших фильмах. Также ему, видимо, пришлось по вкусу играть короля Гондора, и он решил развить в дальнейшем тему коронации в фильме «Порог на экспорт». Для лучшего погружения в роль бандита актер жил в России два месяца и общался с бывшими уголовниками. За эту роль в фильме «Порог на экспорт» он, кстати, был первый раз номинирован на «Оскар». Еще две номинации актер получил в 2016 и 2019 годах за ролью в фильмах «Капитан Фантастик» и «Зеленая книга». Вига также известен как творческая личность. Он рисует картины, пишет стихи и сочиняет музыку. А еще он открыл издательскую компанию, которая помогает в продвижении начинающим писателям и художникам. Все актеры, бывшие в «Братстве кольца», после съемок сделали себе памятные татуировки в виде эльфийского символа, обозначающего цифру 9. Все, кроме Джона Рис Дэвиса. К сожалению, пожилой британец отказался делать тату, но его согласился набить дублер Гимли. Так что технически все члены «Братства кольца» будут носить на теле напоминания о фильме, который многое дал этим людям. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вам было интересно.